Ребята, видео про то, как снять карданы с квадрацикла стелс 300. Ну и перебрать их. Значит, начнем с заднего. Вот тут мы сняли кулаки, вынули из них шрусы. С другой стороны тоже самое сделали. Всего этого делать не надо, как оказалось. Достаточно снять правое заднее колесо. И, собственно, дальше сейчас все вам расскажу. Вот инструмент, который понадобится для того, чтобы снять задний кардан. Так, что там? Шестигранник. Монтажка. И вот такой инструмент, которым мы будем выбивать шплинт. Обычная арматура. Заточить ее, чтобы вот здесь было 8 мм. 8-8,5 мм диаметр. Этого будет достаточно. Итак, с чего начинаем? Начинаем с того, что выбиваем вот этот шплинт. Вот отсюда. Вот к этому отверстию приставляем эту арматуру. И аккуратно вот сюда наносим по ней удары. Шплинт выйдет. Вот таким он предстанет. Чуть потоньше с одной стороны, чуть потолще с другой. И, соответственно, если вы его не повредите, можно обратно его таким же образом установить. Затем, обратите внимание, вот здесь, вот тут, вот здесь и такие же внизу. Вот четыре болта. Так, где эти болты? Вот эти болты. Такими вот болтами крепится задний редуктор к раме. С обоих сторон отворачиваете. С этой стороны и с другой стороны тоже самое. И затем редуктор вот такой монтажечкой нужно будет немножечко вот так приподнять, чтобы хвостовик задрался вот кверху где-то на 10 сантиметров. У кардана появляется свободный ход, и мы его спокойненько вот так снимаем отсюда. И затем он просто вынимается вот отсюда. Вот таким образом выглядит задний кардан. Видите, хвостовик, получается, немножечко приподнят. Он пониже в стандартном положении. И когда мы его приподнимаем, появляется свободное пространство. Вот так. Теперь будем перебирать. Итак, чтобы перебрать карданный шарнир. Ну, во-первых, нужно снять все стопорные кольца. Их четыре с одной стороны, четыре с другой. Это сделать несложно. Затем все делают по-разному. Кто-то начинает ставить вот сюда втулку и выбивать. С одной стороны, потом с другой стороны, потом вот эти вот. А мы нашли способ гораздо быстрее. Десять минут на все про все. Берем болгарочку. И вот здесь вот отрезаем с одной стороны. Потом вот тут с другой стороны освобождается. Переворачиваем и то же самое сделаем здесь, изнутри. С одной стороны и с другой стороны. Четыре реза. И у вас карданный шарнир освободился. Соответственно, потом вовнутрь мы выбиваем оставшиеся части игольчатых подшипников. И все. Таким же образом обратно. Сначала вставляем крестовинку и потом снаружи, вовнутрь забиваем новые игольчатые подшипники. До тех пор, пока не появится вот этот вот пазик под стопорное кольцо. Все. Десять минут и кардан перебран. Значит, понадобится, ну что, какая-то втулка, да, чтобы выбивать и потом забивать. Да, и болгарочка с отрезным тоненьким кругом. Все. Элементарно. Так, передний. Значит, для этого нужно снять защиту. Если она у вас есть. Видите, четыре болта. Вот они. Четыре болта. Отворачиваем. Затем вот тут есть такой же шплинт. Вон он. Как и на заднем кардане. Где он? Вон он. С помощью того же инструмента. Заточенной арматуры. Мы выбиваем этот шплинт. Затем весь вот этот редуктор мы аккуратно с помощью монтажки вперед подаем. И появляется свободный ход. Сначала снимается кардан отсюда. И зачем кардан снимается вот отсюда. Он очень легко здесь сходит. С этих шлицов. Раз. И все. И таким же образом мы его перебираем. Болгарочкой изнутри отрезаем игольчатые подшипники в крестовинку. И забиваем новые карданные шарниры. Карданные шарниры. Родные и дороговаты. Нашел вот такие за 500 рублей штука. Производитель вот ГМБ. И называются они ГУА-3. Прекрасные шарниры. Отлично встают в посадочные места. Так что пользуйтесь. Есть у многих производителей. Практически в каждом магазине автозапчастей продаются. Так что вот такие вот ГМБ, ГУА-3, Стелс-300. Прекрасная аналоговая запчасть. Очень хорошо они смазываются. Там масленочки новенькие стоят под ключик на 10. Все замечательно. Они сразу со стопорными кольцами. Поэтому вот видите старые остались. Вот так что пользуйтесь. Ремонтируйте своего Стелс-300 коня. И будьте счастливы. Все. Всем привет.